Этого события ждали не один год. Устежора отмечает 775-летие Невской битвы. Гостей ждала насыщенная программа. Можно было и отработать удар на шпагах, научиться из обычного платка делать куклу-оберег и даже пострелять из настоящего гранатомета. Правда, владелец этого тира уверен, был бы Александр Невский жив, то точно выбрал бы что-то попроще. Скорее всего, автомат Калашникова. И уже через 20 минут разгромил бы шведское войско. Вот одно и такое, чтобы начальство повыбивать. Думаю, штук 5 таких автоматов им бы хватило. Воздух! Но самым ярким и долгожданным для гостей моментом стала передача иконы с ликом великого князя из Александра Невской лавры. В Устежору она приплыла в старинное ладье вместе с десантом опытных гребцов. Несмотря на большой опыт в гребле на современных лодках, управлять старинным судном оказалось сложнее. Ощущения довольно сложные, но нужно понимать, что в прошлые времена это было еще сложнее. Поэтому это хорошая закалка боли, характера и хороший урок проявления. Куда идете? Куда вы идете? Крепости, что судьбу. Праздник шел и на море, и на суше, и даже в небе, над акваторией. Полотнище с ликом Александра Невского пронес вертолет. Но, по словам отца Александра, несмотря на наплыв людей в праздник, само место битвы несправедливо забыто гидами и туристами. Сейчас жизнь изменилась. У нас огромные возможности, чтобы наполнить эту землю, благоукрасить ее и вернуть дух той эпохи. Я думаю, что с сегодняшним праздником откроется вот это движение к возрождению. Уже завтра в Устежоре ожидают приток паломников из разных регионов. Поклониться иконе великого князя приедут сотни верующих. Субтитры создавал DimaTorzok